Пожар случился в Арангском мужском монастыре, причем за два дня два пожара. Сначала сгорела ферма, а теперь конюшня. Здесь вообще было мало, смотри. Так а все, воздух попал, он дал воздух, крыша-то упала. Конюшня, там были кони. И какие-то хозяйственные постройки, которых там было, говорит, и лакокрасочные эти, краски были еще. Вот оно, наверное, так сильно и горело. И долго тут никак не могли затушить. В общем, ночью только затушили. Всю ночь тут горело. Произошло сгорание в хозяйственных постройках. Человеческих жертв нет. Храмы и братские корпуса не пострадали. Богослужения и монашеская жизнь в обители совершаются согласно уставу. И внутреннему распорядку монастыря. Вчера у них был пожар, и вчера был пожар. Два пожара у них было. Позавчера ферма сгорела, а вчера... А вчера подсобное хозяйство. Все говорят, вроде как бы позже. Это подожгли. Не может быть, что вот вчера там, а сегодня здесь. 10 марта был еще один пожар. Тоже их подсобное хозяйство. Ферма у них там. Там коровы, козы, куры. А 11-го год горел здесь вчерашний вечер. У нас хоть... Не то, что это мистика, но у нас за три недели было три пожара. Сгорел на бобылке дом. Сгорел свинарник. И вот вчера горел. Знаете, я такого ужаса никогда не видала. В общем-то, на одного мужчину, который у них затопил печку в свинарнике, и он загорелся, этот свинарник. Потом этот же мужчина затопил печку вот в этой конюшне, и она тоже загорелась. Прямо что-то такое вот. Неосторожное обращение. Вот, да, все. Поливали сначала, это бензином, что ли, а потом зажигали. Просто с головой, наверное, у него не в порядке. Ущерб серьезный? Что пострадало, что сгорело? Это без комментариев, не ко мне. А кто устроил поджог, что говорят? Не без понятия. Действительно какой-то работник у вас? Не знаю. Нет, я не здешний. Кстати, как сообщили нам в МЧС, пострадавших ни людей, ни животных нет. Что касается версии причин пожара, то, скорее всего, это произошло из-за неправильного обращения с печью при растопке.